Сегодня воспитанники Центра развития ребенка «Улыбка» соревновались в быстроте, ловкости и меткости. Эстафета была приурочена к Международному олимпийскому дню. В роли судей были тренеры и воспитанники школы Олимпийского резерва имени Татьяны Вениаминовны Ахатовой, которые не только подготовили подарки для юных спортсменов, но и даже разрешили пострелять из лука, правда, учебными стрелами. Необходимо с юных лет прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Уверены руководители и воспитатели дошкольного учреждения. Вот и решили отметить Всемирный Олимпийский день увлекательными эстафетами. Мальчишки и девчонки бегали и прыгали, катались на самокатах и демонстрировали ловкость, удерживая мячик на ракетке. В общем, ребята доказали, что из них растет достойная замена. Причем не только спортсменам, но и инженерам-строителям. Пока одни проходили полосу препятствий, другие увлеченно строили каменные крепости. После подведения итогов судьи пришли к единогласному решению, что сегодня победила дружба. Каждый из участников получил приз и возможность познакомиться с таким видом спорта, как стрельба из лука, и даже попробовать себя в роли юного Робингуда. Детям, думаю, впечатление останется. У меня самого впечатления остались. Я первый раз вживую вижу луки. Сейчас потрогаю, попробую даже пострелять, если доверят. Воспитанники школы Олимпийского резерва более получаса рассказывали и показывали ребятам, как нужно держать и стрелять из лука. Некоторые из воспитанников являются кандидатами в мастера спорта и готовятся к очередным всероссийским соревнованиям. Сегодня собираем луки, чемоданы и завтра выезжаем на учебно-тренировочные сборы в город Рязань. Выезжает кандидат в мастера спорта Триченко Андрей и кандидат в мастера спорта Протопопов Семен. После учебно-тренировочных сборов выезжаем 23 июля в город Калининград на летний чемпионат России. Кто знает, возможно из этих малышей вырастут мастера спорта, чемпионы России, Европы или даже Олимпийских игр. Но главное, с детства прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни.